Дорогая молодежь, рай – это реальность, а также реальность. Сегодня утром кому ты хочешь служить? Некто спросил меня, Кристо, ты закончил теологию. Я думаю, что ты готов ответить на тяжелый вопрос. И сказал, да, почему Бог, который является благим, посылает людей в ад? И я сказал, это очень просто. Но я не закончил теологию для этого. Бог не посылает в ад. Бог создавал ад для демонов. Бог сказал, да, перед тобой смерть и жизнь. И Бог, в своей любви, пригласил нам шесть лет, чтобы жить. Ласа порнография. Ласа ничего. Ласа ложь, обман. Ласа мэтрение. Аставь гордость. Альги сфинтение. Выбери сиадость. Альги вияция. Выбери жизнь. Чтоб жить. В этот прекрасный день. Это, кстати, в небо. Оно изменится. И оно появится тучи. Омерз Иона на Нениве. Пошел в Нениве. И сказал, еще 40 дней. И Нениве будет уничтожен. Послушайте меню. Ни Невцы никогда не услышали никакую проповедь. Ни один Содом против труда. Не мордорие да поискут. Не слышали никакую-то... Испогать по им любовь. Оскутант о предике. Чего исходят о предике в Библии? Они не прислушались к самой короткой проповеди. Одна фраза. Которая говорила так, что видны тучи. И вот темпение Господне приходит к Отцу. И Библия говорит, что эти грешни они взяли серьезно во Божье. Они покаялись. И Господь не истребил это селение. Знаете, что история говорит? 150 лет не было в Нениве. Еще 150 лет был мир в Нениве. Потому что Господь родился плен в Нениве. Потому что нашел пин полную благости. И богат в Нениве. И он полной милостей. Не ажидая момента, когда исчезнет это. Я удачусь в немеце. Выбери, сделай решение в это утро. В третьем. И в третьем время, которое я хочу поддумать, это небо, когда полная буря. Пришел не так Иову в один день. И сказал, что у тебя больше нет животных. И я удачу, что нет. Но у меня есть счастье. Но в то время приходит другой. И у тебя нет детей. У тебя нет ничего. У тебя нет футуна. Пошла в Таргуре над Лиовом. Так же как вы в школе. После 4-5 месяцев, после изучения этих уроков. Профессора спрашивает, что у тебя есть футу, футу, футу. Учителя говорят, что вы достаете листок бумаги? Я задам вопрос. Знаете, кто больше всех может за время экзаменов? Чем не выставит мне учебу? Кто учил самый меньший или хуже? Знаете, кто начинает паниковать? Когда приходит испутание? Это тот, который делал то, что он желал себе в то свободное время. Когда у меня в школе были экзамены. Политики, которые были отличиями, они были самые радостные. Знаете, кто самые печальные были? Те, которые все время играли в футбол во дворе и в школе. Потому что тогда, когда было все хорошо и не было экзаменов, они ничего не учили. После моей пропитии сегодня, после проповеди брата из Америки, Господь тебе даст экзамен. Господь, сделай так, чтобы ты что-то потерял. Дьявол знает нечто очень важное. Что человек любит принимать такое открытое мне объятие. Я не видел человека, которому я что-то подарил, и он говорил, нет, спасибо, не нуждаюсь. Люди, привыкшие, чтобы получать, они не привыкшие терять. Дьявол сказал, Господи, я хочу тебе сказать что-то. Иофф тебя любит, потому что у него хорошая карточка в банке. Братья здесь по местной церкви, молодежь по местной, они тебя любят, потому что у них есть автофинансы, материально. И Бог сказал, нет, ты можешь забрать все от него, и ты увидишь, что он прославит меня. Я хочу спросить, если Господь тебе забрать у тебя автофинансы, ты любил? Господь позволит или дозволит, потому что я вам просил, и говорит, что он не любит. И говорит, ты забери у него место работы. Сделай так, чтобы он не поступил за пятый экзамен, чтобы он потерял экзамен. И увидишь, что он оставит церковь. И Господь говорит, хорошо, я даю его в твои руки. Все делай с ним, что желаешь. Дай его коррентину постоял. Дай его фортуну постоял. Пусть будут темпури над ним. Я и то, что я. Задыли, что все же есть. Да, узовешь, что дакамаре под меня. Но, видишь, из него не еди меня. И он ничего не потерял. Имеешь ли ты его? Знаешь, кто не потерял, как не потерял, и не потерял. Или когда не потерял, только оттуда. И тогда, когда не потерял, и не потерял. Библия говорит, в Апокалипсе, что большая буря пришла на дыхании, и что сделали люди, они прохляли Государство. Что ты делаешь когда приходит буря? А у нас есть в церкви люди, что тогда, когда приходят во время или в порог развода, они ходят едно в церковь, а все время, когда собрали, зарабатывали много денег, и спрашивали, почему не приходишь в церковь? Я, я нуждаюсь в церкви, ты не видишь какое ясное дело, здесь кашля и все, деньги, и мы говорили, что собираешь для души, а не для дела, потому что все ты собираешь в материале, а что собираешь духовно, то остается, то пребывает. Насти, в Америке, в 1870 года, было б 1870 года, было б Брат, было 5 детей, и в то время они морали, и в один момент вы были первые дети, а вы же не знаете почему? Думаю, у меня есть несколько недели после смерти ребенка. У меня есть одна часть дома. У меня есть магазин, который у него был в магазине. И он говорит в режиме. Наверное, Бог хочет, чтобы мы переехали из Америки. У меня есть четыре фути, которые у нас есть. И уезжай в Францию. И решит вопрос с документами. И я приеду к вам. После четырех недели получаешь телеграм. Ни не было телефонов, ни было телефонов. И там в телеграме были два слова на английском. Савед лоу. «Сингура санвата, санта я», спуне Америки. Единственная способность. Еле спасла себя одна. А этот брат взял телеграма. И идет туда в порту. И спрашивает капитана в порту. Что случилось? Почему моя жена так пишет? Что у нас не слазь. И этот капитан снимает свою шляпу в виде чести. Слоним голову. Слоним голову. И говорит этому. И говорит мне жад, но я должен оберить. Но в 12 ноября. В 1875 году. В Уваженов, которая была в своем феврале, в котором находилась ваша жена с доченьями. С fattyами. Собили друг из вас, они столкнулись с другой кораблем. И единственной, которая спаслась. Это только ваша жена. Те четыре дочери и все другие, они на дне океана. Что ты делаешь? Хорейцу. Человек, который ходил в Господом. Он знал ходить в хорошие времена. И сказал, капитан, когда следующий корабль, я хочу, чтобы вы меня посадили на следующий корабль, который уже в Францию. Но у меня одна просьба. Прошу вас, чтобы вы проходили мир, проходили по тем местам где-то с украшением было. И в тот момент, когда он подплывал к этому согрушению, все моряки и все люди, которые были на корабле, вышли там на палубе. И слово-словок прошел как бы звон, что есть один человек, который потерял своих черей или там до дне океана. И люди были удивлены, и жалали виды что он сделает. Как он будет подплывал Господа? Как он будет подплывал Господа? Как он будет хулить его? С Абудешевку? Савидели его пасту, и в сфыгане. Савидели вы. Савидели из Галлии. Савидели вы. Савидели вы. Когда у меня мир в моем сердце. И у меня мир, покой. У тебя сегодня есть этот покой. Ты не всегда будешь вращаться. Это время пройдет. И в один день ты будешь искать. Но есть разница проходя или пройдя через эту бурю. И быть с Богом на корабле. Или пройдя через бурю, но чтобы ты там находился один. Что ты будешь делать или что ты сделаешь с сегодняшнего дня? В этой буре или в буре. Очень важно, как ты себя вел, когда было ясное небо. Знаете, что сказал Иов? Когда обратился к своим друзьям. Когда у меня все было хорошо. Я ходил в святости. Я наполнял радостью сердца или нужды вдовы. Я оставил одиннадцать пятьдесят килограмм. И я ходил в больнице. И теперь... И теперь спокойно. Я прощу тебя через испытание. Ты через чего пойдешь? Ты через чего пойдешь? Вы знаете, что Иов прошел через испытание, а Давид через наказание? Давид преподействовал с ботшебой. И он не мог сказать, как Иов. Я чист, я ничего не сделал. А напротив... Исполи пророку Натану, ты еще живу. Натан Иван говорит, это ты, тот человек. Иов теряет десять детей в этом испытании. Но и он их получает на брак. Давид теряет четырех в наказании. И никто не разрешается на брак. И из испытания выходишь с благословением. И с наказанием. И я хочу задать тебе вопрос, что ты сделаешь? Движка, когда иди летом... Дов 27-летнего года. ...вы Адин, что ли, Това Луни-нулият. Профессория, до школы, а я был в departments в школе. И профессор в школе. И, по-на-мунчалях, упомянул в какое первое время. И те, которые говорят, я проходил, Папир на это каждый год. Профессор или учитель сказал, что ты можешь поехать на море даром. Я пошел к родителям и сказал, что я хочу поехать на море. И родители сказали, что это не место тому или какому-то христианину там, где все ходят в городе. Или находясь между этими растениями. И я так скажу, что я взору памы. И с кулаком на стол. И сказал, что мне интересует то, что вы говорите. У меня первое место. Я учусь. И я могу выбраться и без вас в жизни. И также без Бога могу себе решить вопросы. И если вы меня не пускаете, так или так я уезжаю. Они отдали последние деньги, которые были в доме. Нас было девять. Я был старше первым. Я начал надеяться на себя. И сказал, что я не останусь больше под ваше ограбительство или послушание. Ты знаешь, что послушание родителей и послушание пастора, оно тебя оберегает? Знаешь ли что, все время, когда ты пребываешь, или остаешься подзорником, тоже тебя не оберегает? Многие из вас, ваши родители вас не устраивают. Это мне Дух Святой говорит вам сказать это. Не же из вас, делайте вещи, которые ваши родители не знают. Потому что у вас есть мнение. И если они не знают делать так по телефону, они позади остались. Я поехал. И это было в понедельник. В один день в Каштинежках доехали. На второй день во вторник. Я начал надеяться на себя больше, нежели за тот день. Хотя до этого даже, поскольку я еще не знал плавать, я прибыл или прошел те пределы, которые были поставлены. Потому что это делаете то же самое и вы. Мне нравятся пределы, мне нравятся родители. Границы. Нам не нравятся заборы, нам не нравятся барьеры. Хотелось бы перепрыгнуть. И в тот момент, когда я переплыву и прошел, я стал надеяться. Я стал, пить руками и ногами. По греу, я ищу вновь. Мне тяжело удалось вынурнуть. И я стал, скажу, помогать. Апои ма ма сконфандат динам. Апои ма ма ещё раз на норну. Ам воно, ма ма. Ам воно, ма ма. И я стал надеяться на ногах. И мне-ам дат сеанс. И я понял. Ка-н-как-то ивазица секунды вы мури. Что в несколько секундов я умер. Что вы не знаете, что вы не знаете, как это смертно. Как это смертно. Потому что вы через это не прошли. Ам воно, ма, что вы скажете, что-то важное. Когда приплывайся к смертно, не пройдет мимо гласа профил, что не на фейсбуке. Не зависит от каких лайков у вас есть. Уже для тебя ничего не значит то, что говорил тот или та. В несколько секундов вся твоя жизнь проходит мимо твоих очей. Или передал экзамен твоей. И не Бог показал. Не смотря на то, что я и пил, и рассказал стихи. Аминцева коренция. И арманывал своим родителям. Фурал. И крал. И делал другие худые вещи. И делал другие худые вещи. Люди можно обмануть. А Бога никак не обманешь. И я дал себе, я понял, что если Господь не вмешается, в несколько секундов я буду прицелом. Знаете, что такое иметь благодать в жизни? А то что ты еще прекрасный партия? Так, так.